Продолжение следует... 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 Светофоры. Качество светофоров у нас улучшилось. У нас появились светодиодные светофоры, у нас появились с таймером обратного отсчета. Это очень понравилось водителям, но все-таки хочешь, чтобы они стояли чаще? Предусмотрена ли в этом году подобная работа? У нас в городе сейчас на данный момент 49 световарных объектов. Большая часть из них, как вы сказали, сенсорная. Они очень эффективно показали себя. Также у нас устанавливаются таймеры отсчета времени. На данный момент они устанавливаются на интеллектуальных перекрестках и еще нескольких местах. Но вообще планируем установить таймеры отсчета времени как можно больше, в зависимости от выделения средств. Но пока сейчас на основных перекрестках стараемся устанавливать таймеры. Хорошо, спасибо. Если уж мы заговорили об интеллектуальных перекрестках, нельзя, конечно, обойти проблемный вопрос, который случился в прошлом году. Если мне память не изменяет, это 3 октября случилось на перекрестке улицы Курман-Газы и проспекта Евразия. Небольшая авария вызвала затор и некоторые водители попытались объехать слева, нарушая правила дорожного движения, то есть проезд по двойной сплошной полосе. После этого жестко наказали этих граждан. Их лишили водительских прав. Они, конечно, утверждали, что все-таки они пытались объехать препятствия. Но из-за чего я обращаюсь, обращаю этот вопрос к вам. Наказали, может быть, этих людей и справедливо, но у них есть претензии к работе административной полиции, что те долго все-таки ехали на разбор этого ДТП. Почему так произошло и почему было заявлено на суде, где я присутствовал, что в городе работает один, в тот момент работал человек, который мог, дознаватель, зафиксировать это ДТП? Да, действительно, на тот момент, когда данный затор был на улице, значит, Евразия, на тот момент у нас где-то в УВД было всего две должности офицерские, которые непосредственно выезжают на место ДТП. Но на тот момент он был, будем говорить, одна группа, не было второй группы. Ну, связано это все с тем, что сейчас у них очень большая вакансия, значит, у них по штату положено семь человек, а у них только двое офицерского состава. Вот сейчас третий у них пришел, втроем они будут работать. Их дополняют, их штаты дополняют сержантским составом, который выезжает только на мелкие ДТП. В связи с этим, значит, если он выезжает на другое ДТП, то время просто много уходит. То есть сейчас прошло уже несколько месяцев, но проблема до сих пор актуальна? Да, проблема штатная у нас, будем говорить так, что не хватает личного состава. Мы пользуемся прямым эфиром и обращаемся к руководству Департамента внутренних дел, все-таки обратите внимание, потому что в холодное время года все-таки лед, ДТП могут случаться чаще, и один человек или одна бригада не может обслужить, конечно, все ДТП, которые могут произойти. У нас есть первый телефонный звоночек, давайте послушаем наших телезрителей, задавайте свой вопрос на чистоту. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мы живем по улице Ивана Ларина. Наши дети ходят в 32-ю школу, в сторону детсада. Вот по улице Джамбульской мы не можем перейти дорогу. Машины несутся со всей скоростью. Я не знаю, я взрослый человек, и то боюсь иногда ее переходить. Вот. Не ограничителя, ничего нет. Невозможность, нет никакой что-нибудь. Или переход сделать, или ограничение, что-нибудь сделать, поставить. Спасибо. Ну, значит, насколько я понял, значит, речь идет о перекрестке на улице Урдинской. Там большинство детей переходят в 32-ю школу. Идут с микрорайона 5-го километра. Я хочу сказать, что там у нас пешеходный переход, знаки стоят, зебры нарисованы. Ну, может быть, сейчас она стерлась в зимний период. Также у нас с двух сторон стоят знаки ограничения, скорость там 40 км в час. Со стороны Москва-Чевской станции стоит знак, примерно где-то за 100 метров. Также предупреждают знаки стоят, что пешеходный переход вблизи. Ну, давайте в этом году сейчас тоже рассмотрим этот вопрос, сейчас для себя отметим. Если что, положим там искусственную нервность еще дополнительную. Выйдем, посмотрим. Знаете, ограничения скорости, дорожные знаки, это тоже такая палка о двух концах. Автолюбители частенько жалуются, что по городу трудно ездить. Везде стоят ограничения, везде стоят искусственные неровности. Езда в городе превращается в такое некое подобие, ну, пешком, как будто человек идет. Скажите, часто ли жалуются, что какая-нибудь неровность, может быть, стоит ее убрать? Или все неровности, которые были поставлены, они до сих пор функционируют? Все неровности, которые поставлены, они на данный момент все у нас функционируют. У нас, значит... Сколько их? Значит, у них в 57 местах установлены искусственные неровности. Я хочу сказать, я не знаю, мне никто об этом не жаловался, допустим, нам не звонили, что там кому-то скорость мешает. В основном у нас ограничение скорости установлено, это вот как раз либо вблизи искусственных неровностей, на пешеходные переходы, либо вблизи школы. Если имеются пешеходные переходы, мы стараемся установить знак 40 километров в связи с тем, что там ходят дети. Знаки эти устанавливаются не на всю улицу, а непосредственно, допустим, перед пешеходным переходом за 100 метров. То есть это просто ограничение такое, в течение 100 метров надо проехать. Хорошо, спасибо, у нас есть телефонный звонок. Говорите, что вас волнует, задавайте свой вопрос нашему гостю. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по поводу дорожного знака. Пожалуйста. Алло. Пожалуйста, пожалуйста. Я житель метро района Арман, в районе 10-й школы. Слушаю. Вот, улица Камбар-Батыр, вот, и улица, это, Сергей Жакупов, вот эта, главная улица. Так. Говорите быстрее, задавайте свой вопрос. Да, и вот это, со стороны АСБ, вот, нету знака «Уступи дорогу». Вот, не уступай дорогу там. Хорошо, спасибо. Перекресток, АСБ, и какая улица? Ну, хорошо, мы, я вам скажу, мы завтра инженера отправим. Ну, это такой частный случай, очень трудно дать ответ, почему не уступают. Инженера направим, инженера поедет, обследование вашей улицы, АСБ произведет, и дадим предписание ОЖКХ, чтобы установили там знаки «Приоритетные», «Уступи дорогу» или «Главную дорогу». Скажите, я знаю, что в нашем городе уже не впервые поднимается вопрос пешеходных переходов, которые будут не по дороге, а все-таки надземные. Скажите, есть ли какие-то проектно-сметные документации, которые были уже какие-то проекты, есть ли у нас в ближайшем обозримом будущем увидеть все-таки эти пешеходные надземные переходы? Ну, будем говорить так, на данный момент у нас не планируется в городе установка надземных пешеходных переходов, но, будем говорить, года два назад вообще планировалось установить, хотели установить два пешеходных надземных перехода, это значит, в районе Универмаг, где светофор вместо пешеходного перехода, светофор хотели убрать и установить там один надземный, и второе хотели установить на улице Курман-Газы в районе магазина «Урал». Ну, вроде бы на комиссии было все это одобрено, но впоследствии из-за финансирования не смогли проект осуществить. Скажите, парковки в дворах жилых домов очень часто вызывают нарекания жителей, но в то же время автолюбитель тоже жалует, что из-за детской площадки им негде парковать свои автомобили. Вот скажите, как должен решаться этот вопрос, наказываете ли автолюбители, которые все-таки паркуются на детских площадках, следите ли за порядком во дворах? Значит, я по этому вопросу хочу еще сказать, значит, в этом году раньше дорожная полиция, будем говорить так, не принимали объекты строительства, то есть в эксплуатации. Раньше ГАИ дорожная полиция не участвовала. Значит, с этого года наши сотрудники участвуют в государственной комиссии по приемке того или иного здания, которое сдается в эксплуатации. В этот момент наши инженера учитывают, чтобы было наличие парковочных карманов или парковочных стоянок в жилом микрорайоне, так, чтобы машину могли ставить. Ну вот, например, возьмем 90-квартирный жилой дом, 6-ти подъездный. Сколько там должно быть стоянок для автомашин, хотя бы приблизительное количество? Ну, не будем говорить, сколько машин, это все от проекта, наверное, зависит, сколько там позволяет площадь. Это индивидуально, я думаю, рассматривается проект. Но вообще хотелось бы добавить, что вот эта вот подъездная дорога в жилом микрорайоне, она вообще имеет статус общей дороги, общего пользования в жилом массиве. По ней так же, как пешеходы, так и транспорт имеют право ездить, просто не создавать помех друг к другу. Ну, с соблюдением, конечно, правил дорожного движения, которые ограничивают жилом массиве. Хорошо, все-таки давайте и к проектировщикам обратимся, все-таки учитывать, что население растет, количество автотранспорта растет. Я знаю, что уже более 100 тысяч, да, зарегистрировано автотранспорт у нас в области, и машины, как говорится, увеличиваются, и пробки возникают тоже в Уральске. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем наши телезрители. Говорите, вы в прямом эфире. Алло. Да, мы вас слышим. Вот у нас это, бывшая Карьева, да, сейчас, бывшая Кирова, сейчас Карьева, вот это Тайманов, бывшая Орнегидзе, вот там у нас знак пролетит, никаких нет, к нам какая главная дорога? Карьева. Ну, значит, у нас там в этом году дорожная работа была произведена по улице Карьева, но дорогу еще тоже в эксплуатацию не сдали, но по всей видимости они знаки убрали, наверное, не восстановили. Хотя, я думаю, мы завтра также обратим внимание, проведем, посмотрим, если что-то отсутствует, установим знаки. Режиссер мне подсказывает, что телефонный звоночек был задан, гость у нас не стал его задавать. Сейчас на улицах заметили большое количество полицейских и спрашивают люди, проходит ли какой-то рейд, либо акция, с чем связано такое повышенное внимание? Ну, значит, сейчас большое количество сотрудников полиции, сейчас идет, во-первых, у нас усиление, безопасная дорога, то есть это направлено на обеспечение безопасности на дорогу. Появление ПДД, которое нарушает водительные. Ну, а также еще хочется добавить, что сейчас очень по охране общественного порядка выделяется большое количество состава личного, связанное в связи с тем, что, значит, для предотвращения, будем говорить, хулиганских действий в отношении каких-то либо лиц. Также пресечены нетрезвые. А есть какие-то предварительные короткие данные безопасной дороги? Что выявляется? Значит, по безопасной дороге у нас сейчас выявляется это обследование, значит, автодорог, то есть готовятся акты с будущим посланием в ЖКХ. Также сейчас идет обследование автобаз, автобаз общественного транспорта, автобусных автопарков. Перед выходом автобуса проверяются, значит, на техническое состояние и на переоборудование. В этот период уже, буквально с 23-го числа, уже было привлечено 6 человек за переоборудование транспортных средств и было наказано 6 должностных лич, привлеченных за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств переоборудованных. Хорошо, у нас есть телефонный звоночек. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня вопрос по светофору. Вы решаете такие вопросы, да? Я житель остановки Жизиры. Слушаю. Вот у нас вопрос такой. Вот вечером, часов в 4, когда едешь в сторону 20-й школы, солнышко садится. То есть оно светит в глаза прямо. У нас висит там старый светофор. Буквально вчера там чуть ли не было ДТП. Чуть не сбили человека. А светофора не видно. Что там, красный, говорит, или зеленый? Ну, на данном месте у нас установлено там сенсорный, насколько я знаю, нормальный, хороший светофорный объект. Даже с отчетом времени обратного нареканий не было. Но зато направим сотрудников Горсвета. Посмотрят они, обследуют светофорный объект. Вообще светофорный объект там новый. Другого нет. Ну, нуждается ли город в установке новых светофорных объектов? Все-таки строятся новые улицы, мы видим. Нуждаются. У нас сейчас планируется в шести местах установление еще светофорных объектов. Это такие вот, допустим, улицы, как перекрестки Ружейникова, Гагарина, Джамбульска, Гагарина, Ларина. Мы уже с вами поднимали тему интеллектуальных перекрестков. Сейчас в городе их насчитывается три, да? Да, три перекрестки интеллектуальные. Как вы считаете, стоит ли продолжать такой эксперимент, принес ли он свои плоды, устанавливать новые интеллектуальные перекрестки, расширять сферу их влияния? Безусловно, польза от этих интеллектуальных перекрестков в сфере обеспечения безопасности дорожного движения очень большая. Эти перекрестки водители, они просто, наоборот, дисциплинируют. Даже уже сейчас, вот вы сами все ездите, наверное, тоже смотрите, уже лишний раз за перекресток, за стоп-линию никто не выезжает на интеллектуальные перекрестки. Если на других, мы еще эти факты замечаем, что выезжают на середину перекрестков, тем самым создают помехи, то на дальних, конечно, перекрестков водители уже подъезжают и заранее уже пытаются остановиться в том месте, в котором положено. И не пересекать оси войны. Ну, большой эффект, очень большой эффект. И надо их продолжать, конечно, устанавливать. Хорошо, у нас есть телефонный звонок. Задавайте свой вопрос нашему гостю на частоту. Добрый вечер. Я, наверное, пропустил, опять же, перекресток Курман-Газы и Маншук-Маметовой. Там, получается, со стороны, чтобы Маншук-Маметову пересечь в сторону вокзала, там для пешеходов никаких опознавательных знаков нет. По-моему, вы все в курсе. Очень нехороший перекресток и для пешеходов, и для водителей. На данном перекрестке, да, действительно, там светофорных секций нет. Но у нас имеется чуть дальше, там, это, пешеходный переход, ближе туда, конечно, к училищу, ну, неудобно. Ну, а так вообще, если нет секций, то пешеходы также должны переходить на зеленый, основной, который горит для водителей. Ну, пешеходы имеют право им пользоваться. Хорошо, еще один телефонный звонок вновь от меня. Мы сами находимся на улице Петровского, телеканал ТДК-42, если кто-то не знает, Петровского-103. Всегда обращайтесь, если нужно, поможем. Но здесь на угол Петровского и угол улицы Маметовой тоже нет светофора. И очень многие водители, например, хотели бы проехать, съезжая с Доповского места в сторону универмага, или же повернуть в сторону улицы Доповской. Это сделать проблематично. Скажите, возможно ли когда-либо в обозримом будущем установка там светофорного объекта? Да, этот перекресток у нас запланированно как раз входит в ту шестерку, где требуется установить светофорные объекты. Этот данный перекресток у нас также входит и будет по мере приобретения светофорных объектов сюда будет установлен светофорный объект и будет сопряженный со светофором, который находится дальше там на улице Маметова. Светофорный объект будет установлен. Мы все-таки будем надеяться, что проблема будет решена. У нас есть телефонный звоночек, пожалуйста. Здравствуйте, задавайте свой вопрос, мы вас слышим. Здравствуйте, мне бы хотелось узнать, чем руководствуются наши... Пожалуйста, говорите. Да, чем руководствуются при назначении пешеходных переходов, при установке, и неровности, и скучных. Скажем так, есть у нас Романдатова пешеходный переход напротив променада. Он находится буквально в 10 метрах, скажем так, от перекрестка, и водителям очень неудобно, приходится не два раза останавливаться. И опять же, на Мерзаянной улице есть пешеходный переход возле Ромка, но неровность поставили прямо напротив мусороприемника. Какие у нас замечательные люди, они все заметили. Ну, значит, по поводу с Романдатова хочу сказать, что да, действительно, у нас перекресток там недалеко, вроде светофорный объект там имеется, и, может, было бы переходить проезжую часть непосредственно на светофоре. Но проблема у нас остается в том, что у нас люди на этом месте, будем говорить так, уже находили, и при выходе с автобуса они не идут на светофор, они все равно идут в этом же месте. Если мы завтра уберем, а тут пешеходный переход, то они так же и будут ходить, только будет уже более опасно, что... Хорошо, задам вопрос еще раз от себя. Магазин «Школьник», как люди ходили от остановки на перерез, как выезжали телебригады туда снимать пешеходов, которые не выполняют правила дорожного движения, так все и происходит. Может быть, есть выход из ситуации все-таки по-другому как-то решить проблему, установить бордюры, либо что-то надземные пешеходные, вот что, это уже проблема извечная. Я думаю, там, наверное, единственная проблема, это как бы нашему граждану просто знать правила дорожного движения, и просто надо переходить там, где требует, не убегать с автобуса или с магазина, и сразу через дорогу. Я думаю, это все зависит просто от воспитания человека. А так они бегают, будем говорить, там, в пяти метрах друг от друга, для каждого мы ни мостов не поставим, ни пешеходных переходов. Поэтому, конечно... Хорошо, правила существуют, конечно, не только для водителей, для пешеходов, и ответственность, я знаю, что серьезная для пешеходов, и каждый пешеход... Но не штрафует. Я знаю, что уже много очень человек, которых оштрафовали, и давайте все-таки закончим передачу на такой позитивной ноте. Скажите все-таки, где, в первую очередь, пойдут ремонтные работы, и какие же улицы, в первую очередь, начнут ремонтировать? Это переходящие, либо новые? Значит, в этом году у нас будут переходящие дороги, которые начали в 2014 году, в 2015-м должны закончить. Это, значит, у нас улица Некрасова, Лермутова, улица Алматинская, Косталовская, Сарай-Шик, селекционный участок, и трассы на Подстепную, которую мы делали. Это переходящие, они будут закончены в этом году. А новые, как я уже сказал, у нас планируется, это проспект Досток заасфальтирует капитальное строительство, полотна будет от маршрут Маметовы до улицы Пугачева. И также будет улица Искалиева, бывшая Батурина, она будет полностью тоже асфальтирована от Чигана-Набережной, и сюда дальше уже, до улицы Айтиева. Хорошо, мне режиссеры подсказывают, у нас осталась ровно минута, я думаю, у вас есть с чем обратиться к нашим гражданам. Все-таки они многого требуют от отделения обеспечения охраны правопорядка и дорожной безопасности, но при этом, наверное, у вас есть, что от них потребовать и попросить? Пожалуйста. Да, хотелось бы воспользоваться, значит, хотелось бы сказать для наших жителей, гостей города, что у нас 23 по 27 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на выявление нарушения правил дорожного движения, таких как к общественному требованию, к общественному транспорту, техсостоянию, прохождение водителем, предрейс, медицинско-технического осмотра, соблюдение трудового режима и режима отдыха, незаконное переоборудование. Также будет контролироваться выпуск на линию общественного транспорта должностными лицами, то есть механикой. Вот в этом плане бы хотелось предупредить. Наше дело предупредить, автолюбителям, я думаю, стоит подумать, прежде чем нарушать, потому что очень серьезная идет проверка рейдовая. На этом программа «Начасату» завершает свою работу. Мы встретимся в следующий четверг. Я благодарю нашего гостя Сергея Мановицкого, представителя Управления внутренних дел города Уральс, который на «Начасату» ответил на все наши вопросы. Встретимся на следующей неделе в то же самое время. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok